Продолжение следует... 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 И прибавил шепотом, я сам защищу тебя от злословия Господи, уж скорее бы кончился этот обед, думала Лизочка Но тут заговорил какой-то оратор и Гудбрехт притих Я живу странной, но глубокой жизнью, сказал он, когда оратор смолк Я посвятил себя психоанализу женской любви Это сложно и кропотливо Я произвожу эксперименты, я классифицирую, делаю выводы В общем, много неожиданного и интересного Вы, конечно, знаете Анну Петровну, жену нашего известного деятеля Конечно, знаю, отвечала Лизочка, очень почтенная дама Гудбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погорцевал на месте Так вот, это самая почтенная дама О, это такой весенок Дьявольский темперамент На днях пришла она ко мне по делу Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы Если бы вы только знали, что с ней сделалось Она почти потеряла сознание Совершенно не помня себя Она закатила мне плюху и выскочила из комнаты На другой день я должен был зайти к ней по делу Она меня не приняла Вы понимаете? Она не ручается за себя Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты Я не Дон Жоан, нет, нет, нет Я тоньше, одухотворенней Я виртуоз чувства Вы знаете Веру Экс? Ну, эту гордую, холодную красавицу Конечно, знаю, я видала Ну, так вот Недавно я решил разбудить эту мраморную галатею Случай скоро представился И я добился своего Да что вы, удивилась Лизочка Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать? От вас у меня нет тайн Я ведь и не увлекался ею Ни одной минуты Это был холодный И жестокий эксперимент Но это настолько любопытно Что я хочу рассказать вам все Между нами не может быть тайн Так вот Это было вечером У нее в доме Я был приглашен обедать в первый раз Там был в числе прочих Это тверзило Сток или строк Ну, что-то в этом роде, да? О нем еще говорили Вот у него роман с Верой Экс Ну, да что? Это Это ни на чем не основанные сплетни Она холодна Как лед И пробудилась для жизни Только на один момент Вот об этом моменте Я и хочу вам рассказать Итак После обеда У нас было человек шесть Все, по-видимому, ее близкие друзья Перешли мы в полутемную гостиную Я, конечно, около Веры На диване Разговор общий Малоинтересный Вера холодна Недоступна На ней вечернее платье С огромным вырезом на спине И вот я Не прекращая светского разговора Тихо, но властно Протягиваю руку И быстро хлопаю ее Несколько раз по голой спине Она вскочила, как тигрица Она не помнила себя В ней вероятно В первый раз в жизни Проснулась женщина Она взвизгнула И быстрым движением Закатила мне плюху Не знаю, что было бы Если бы мы были одни На что был бы способен Овшивший мрамор ее тела Ее выручил этот гнусный тип Там, сток или строк Он заорал Молодой человек Вы старик А ведете себя, как мальчишка И вытурил меня из дома С тех пор мы не встречались Но я знаю Что этого момента Она не забудет никогда И я знаю Что она будет избегать встречи со мной Эх, бедняжка Ну ты притихла Моя дорогая девочка Ты боишься меня Не надо бояться Вовочку Он сделал мусинку Поджав губы бантиком И поморгал глазами Вовочка добленький Перестаньте Раздраженно Сказала Лизочка На нас смотрят Не все ли равно Раз мы любим друг друга Ах, женщины Женщины Все вы на один лад Знаете, что Тургенев сказал То есть Достоевский Да, ну знаменитый писатель Драматург И знаток Женщину надо удивить О, как это верно Мой последний роман Я ее удивил Я швырял деньгами Как кресс И был кроток Как Мадонна И послал ей Приличный букет Гвоздик Потом Вот огромную коробку конфет Полфунта С бантом И вот Когда она Упоенная Своей властью Уже приготовилась Смотреть на меня Как на раба Я вдруг Перестал ее преследовать Понимаете Как это сразу ударило По ее нервам Все эти безумства Цветы Конфеты В проекте Вечер в кинематографе Парамонт И вдруг Стоп Жду день Два И вдруг Звонок Я так и знал Она Входит бледная Трепетная Я на одну минуту Я беру ее Обеими ладонями За лицо И говорю Властно Но все же Из деликатности Вопросительно Моя Она Отстранила Меня И закатила Плюху Деловито Дали Дал А потом Она взяла Деньги И ушла А ее больше Не видел И не отдала Какой вы еще Ребенок Ведь она взяла Деньги Чтобы как-нибудь Оправдать Свой визит Ко мне Вот Дорогое Дитя Мое Какие Темные Бездны Сладострасти Открыл Я Перед Твоими Испуганными Глазками Лисочка Задумалась Да Конечно Сказала Она А по-моему Вам бы Уж лучше Плюху Практичней А? Деньги Редактор субтитров А.Семкин